Российские пропагандисты любят рассказывать о том, что Никита Хрущев в 1954 году по какой-то неизвестной причине подарил Крым Украине, который до этого якобы всегда был исконно русским. Конечно, это вранье. Крым никогда не был российским, и об этом мы рассказывали во многих эпизодах реальной истории. Сегодня я нахожусь в Софии Киевской и хочу показать вам уникальные документы, раскрывающие настоящую причину, почему Крым вернулся в Украину. Меня зовут Аким Галимов, и это реальная история. Россияне, ну, вычищают, ну... Вычищают? Им надо память, память в Украине надо вычеркнуть. Все это лежало в руинах. Симферополь, Севастополь полностью в руинах находился, Феодосия. Все эти памятники крымские реставрировала Украина. Украинские ученые, ваша выставка — это мощный инструмент такой контрпропаганды, того, что россияны сегодня продвигают. Мы получаем на почту в приемную письмо, а что Украина делала для Крыма. А вы знаете, сколько сейчас взрывчатки у людей, всяких средств там пиротехнических. Готовьтесь. Ноги растут из России, однозначно. Друзья, мы сейчас просто в уникальном месте. Это фонды национального заповедника «София Киевская». Здесь хранится огромное количество очень крутых исторических материалов, в том числе и про историю Крыма. И об этом мы сегодня поговорим со старшим научным сотрудником национального заповедника Александром Джановым. Здравствуйте. Александр, вот 1954 год. Это та дата, когда российская пропаганда говорит, что украинцам якобы Фрущев подарил Крым. Ну и так далее. Административно Крым переходит под контроль Украинской Советской Республики. Зачем это было сделано? У Крыма были определенные проблемы после Второй мировой войны. Основные проблемы были в том, что в 1944 году, 18 мая, из Крыма было депортировано около полумиллиона человек. Полумиллиона крымских татар. То есть после выселения крымских татар на территории полуострова проживало всего лишь полумиллиона человек. То есть половина послевоенного населения Крыма была депортирована в Среднюю Азию. Преимущественно в Среднюю Азию. С 18 по 21 мая 1944 года из Крыма под конвоем эшелонами вывезли весь коренной народ – крымских татар. В считанные дни более 400 тысяч человек принудительно переселили преимущественно в Среднюю Азию. Кроме того, что это было жестокое преступление советской власти, оно привело к настоящей экономической катастрофе на полуострове. Послевоенный Крым нуждался в серьезном восстановлении. Ведь большинство крупных городов во время войны были очень сильно разрушены. Симферополь, Севастополь полностью находился в руинах. Феодосия, южный берег Крыма тоже пострадал во время Второй мировой войны. Это необходимо было восстанавливать. Чтобы начать полноценное восстановление и экономический рост, сначала нужно было поставить на ноги сельское хозяйство. Оказалось, что без депортированных крымских татар это невозможно. Их нужно было кем-то заменить. Осенью 1944 года советские власти начали первую волну переселения в опустошенный Крым. Переселяли россиян из глубинки, которым обещали бесплатное жилье, райские условия проживания и ведение хозяйства у моря. Жилье действительно давали. Новых переселенцев заселяли в дома депортированных крымских татар. А вот райскими условиями и не пах. Россияне, привыкшие жить в условиях болот и лесов, оказались в жаркой степи и горной местности с очень ограниченным количеством пресной воды. Попытки переселить в Крым выходцев с территории РСФСР, из центральных регионов, из Поволжья, они закончились ничем. Они не знали даже, что можно выращивать на этих землях. Аграрный сектор Крыма очень быстро пришел в полный упадок. Свой урожай Крым почти не давал. Более того, переселенцы фактически разрушали крымскую экосистему, почти полностью исчерпав запасы родниковой воды, ресурс, к которому крымские татары относились очень осторожно. Впоследствии города продолжали лежать в руинах, заводы и порты не работали, дорог не было, а на весь полуостров было буквально несколько продуктовых магазинов. В начале 50-х Крым стал крупнейшей экономической проблемой Советского Союза, и руководство страны начало искать путь ее решения. 25 января 1954 года в Москве проходит заседание Президиума ЦК КПСС, то есть верхушки правящей коммунистической партии, на котором она приняла решение передать Крым Украине. Окончательно это произошло 26 апреля 1954 года на сессии Верховного Совета Советского Союза. Российская пропаганда разгоняет ряд мифов по поводу этого события. Миф первый. Никита Хрущев, до этого возглавлявший Украинскую Советскую Социалистическую Республику, принял это решение единолично. Это неправда. Дело в том, что на тот момент у Хрущева не было абсолютной власти в стране. Да, в сентябре 1953 года он становится главой Коммунистической партии, но единолично будет руководить только с 1957 года, а правительство Советского Союза возглавит в 1958. А на заседании ЦК КПСС в январе 1954, где было принято решение о передаче Крыма Украине, председателем был вообще не Хрущев, а глава правительства Георгий Маленков. То есть передача Крыма Украине – коллегиальное решение верхушки Советского Союза. Еще один миф российской пропаганды. Передача Крыма – это подарок Украине к 300-летию подписания Богданом Гульницким Переяславского соглашения с московитами, которого, как мы уже знаем сегодня, в принципе не существовало. Еще одна ложь. Ни в одном документе об этом не упомянуто. Мотивы передачи были сугубо экономическими, и на заседании президиума было отмечено так, цитирую. Учитывая территориальное тяготение Крымской области к украинской, СССР, общность, экономики и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской Советской Социалистической Республикой. Конец цитаты. В принципе, передача Крымской области в состав УССР в пределах, в масштабах всего Советского Союза – это была сугубо техническая проблема. То есть географически транспортно Крым был связан с Украиной. Мифы о личном решении Хрущева и о подарке были придуманы московской пропагандой значительно позже для того, чтобы скрыть правду. Крым передали Украине, потому что только украинцы в тот момент могли спасти полуостров от катастрофы. И сразу же, в 54-м, украинцы взялись за дело. В Крым потянулись сразу все министерства ОССР. Это транспортная, промышленности, промышленности такой и такой, и так далее, сельского хозяйства. Украинцы начали строительство Северо-Крымского канала, потому что понимали, без пресной воды из Днепра восстановить хозяйство полуострова будет трудно. Украинские инженеры приступили к строительству автомобильных дорог к южному побережью Крыма и сооружению крупнейшей в мире троллейбусной трассы, соединившей Симферополь и Ялту. Кроме экономического возрождения, украинские специалисты начали возрождение исторического наследия Крыма. Каждый, кто бывал в украинском Крыму до аннексии, помнит его как туристический рай с множеством уникальных древних памяток истории. Однако никто не задумывался, что до 54-го года исторический туризм в Крыму был невозможен в принципе. Давайте поговорим именно об исторических достопримечательностях. В каком они были состоянии в 1954 году в Крыму? Ими никто не занимался. Я скажу, что и реставрации особой первые десятилетия советской власти в Крыму вообще не было. Все это лежало в руинах до того момента, пока туда не попали архитекторы-реставраторы из Украины, из Киева. Сразу же в 1954 и 1955 годах развернулось масштабное обследование этих памятников. Командировались сотрудники, архитекторы, уже имевшие определенные наработки на территории материковой Украины. Они отправлялись в Крым и делали зарисовки, чертежи. Эти документы до сих пор хранятся в фондах национального заповедника София Киевская. Сначала архитекторы вручную делали зарисовки, на которых необходимо было максимально точно передать каждую деталь, цветовую гамму. Также делали фотоотчет каждого объекта. Затем это все складывалось вместе. Говоря современным языком, делалась презентация достопримечательностей, которую необходимо было реставрировать. Так выглядели эти альбомы по обследованию памятников Крымского полуострова. Какая красивая церковь. А где это? Это церковь монастыря Сурбхач. Она расписанная граффити уже современными. Ну да, здесь видно Коля и Вова надписями. Да, да. К сожалению, в таком состоянии были все достопримечательности. После того, как были сделаны необходимые зарисовки и фотографии объектов, архитекторы приступали к следующему этапу. Делали чертежи, на которых отображали все элементы, которым была необходима реставрация. Можете ли нам показать более подробно вот эти чертежи? Это чертежи как раз по Бахчисарайскому дворцу у вас здесь. Правильно? Да. Бахчисарайский дворец – единственный в мире сохранившийся образец дворцовой архитектуры крымских татар. Достопримечательность 16 века. Резиденция крымских ханов. Отсюда они управляли своей страной, крымским ханством, которое Россия ликвидировала в конце 18 века. Во время Второй мировой войны сначала здесь был госпиталь нацистов, а затем госпиталь советской армии. По окончании войны во дворце просто поубирали и открыли его для туристов. Хотя он нуждался в немедленной реставрации. Благодаря украинским ученым этот уникальный объект удалось сберечь и воссоздать в первоначальном виде. Эти чертежи использовались для восстановления, ремонта этих сооружений. Вы видите, что эти постройки имеют очень сложную структуру. Каменные стены, деревянные перекрытия, деревянные потолки, каменные камины, каменные трубы и так далее. Все это нужно было реставрировать. В каком году началась реконструкция ханского дворца? Семидесятые годы. Только чтобы сделать детальное описание этого объекта, а затем на основе зарисовок и фото сделать все необходимые чертежи, ушло два десятилетия очень кропотливой работы. Наиболее проблемным было в ханском дворце, я так считаю, сохранить живопись. Живопись на стенах, вы имеете в виду? На стенах, на деревянных панелях, на потолках и так далее. Это живопись, ее нужно было зафиксировать. Сам цвет этих росписей для того, чтобы потом воссоздать и его, если это будет необходимо при реставрации. И поэтому делали такие цветные зарисовки этих деревянных окрашенных панелей. Это яркий пример крымско-татарской архитектуры. В богатых домах Бахчисарая и не только Бахчисарая все дома были украшены такими деревянными элементами. Но они, к сожалению, сохранились только в ханском дворце. Поэтому ханский дворец в Бахчисарае – это эталонный памятник крымско-татарской архитектуры, можно сказать. Здесь так интересно, я вижу заметки. Это архитектурный плафон красить темперными красками. Рейки плафона оставить без… Да, это рекомендации, это рекомендации. То есть все это очень подробно разрабатывалось, и давались рекомендации, как оно должно быть отреставрировано, чтобы сохранить эту аутентичность. Аутентичность. Это камин. Камин? Это камин, да, которым отапливали помещение ханского дворца. Скажите, но это уже тоже как раз проект реставрации? То есть он должен был стать вот таким после реставрации? Брались какие-то дворцы, которые находились в нормальном состоянии. С них делались… Они были эталонами для восстановления. Слушайте, ну невероятно. Вы знаете, вы показываете эти планы реставрации, а впечатление, что у нас просто экскурсия сейчас по ханскому дворцу. Ты будто переносишься туда. Сам процесс реставрации ханского дворца начался в 70-х годах, и некоторые работы продолжались аж до 2014 года включительно. Такой титанический труд украинские ученые проделали почти с каждым историческим объектом в Крыму. Мы знаем такую достопримечательность, как Судакская крепость. Она с 1959 года фактически находилась в составе национального заповедника София Киевская. Вот. И именно София Киевская… У вашего заповедника. У нашего заповедника. Крепость в Крыму. Да, да. Прикольно. И именно наш заповедник заботился о состоянии этой достопримечательности. В 1969 или 1968 году Советом министров УССР была принята программа по реставрации Судакской крепости, которая была рассчитана на 25 лет. Судакская крепость – еще одно культовое сооружение, рассказывающее о важной странице в истории Крыма, когда на полуострове была колония Генуэской республики. Эта страна с центром в итальянском городе Генуэ была фактически торговой империей, имевшей свои крепости на всем побережье Средиземноморья. В середине XIV века они начали возводить крепость в Крыму. Крым имел стратегическое значение для торговли генуэзцев, ведь здесь встречались торговые и культурные миры Востока и Запада. Генуэзцы активно торговали с нашими предками русинами, крымскими татарами и народами Золотой Орды. Интересно, что кроме товаров генуэзцы привезли в XIV веке из Крыма в Юго-Западную Европу эпидемию чумы. Как, кстати, и современный коронавирус, чума родилась в Китае, потом подкосила Золотую Орду, а Золотой Ординцы через торговые контакты в Крыму передали ее генуэзцам, а затем и всей Европе. Больше всего генуэзцы опасались османов, которые в XIV веке почти полностью захватили территорию современной Турции, а в середине XV века захватили Константинополь, окончательно уничтожив Византийскую империю. Имея такого соседа, генуэзцы построили сверхмощную для своего времени крепость, которая сохранилась до наших времен. Это жемчужина Восточного Крыма. Это единственный такой фортификационный комплекс, который сохранился с XIV столетия почти в своем полном объеме. Ну и эта история тоже свидетельствует о тесных контактах все-таки Крыма и Европы. На этих фотографиях вы можете увидеть состояние крепостных стен и башен на тот период. 1974-й. Да, это еще до реставрации. Ну, эти стены, мне кажется, сейчас полностью восстановлены. Восстановлены, да, до уровня зубцов. Я помню, действительно, эту крепость, она поражала. И мы листаем альбомы, все эти памятники крымские реставрировала Украина, украинские ученые. Всегда, ну, россияне, знаете, там продвигали вот нарратив, что Крым никакой связи с Украиной не имеет, что Украина там ничего не делает, что Крым Украине не нужен. Но эта история показывает совершенно другую картину. Крым всегда являлся неотъемлемой частью украинской истории. Именно здесь, в древнем городе Херсонес, который находился на месте современного Севастополя, киевский князь Владимир принял христианство, после чего уже окрестил Русь. Здесь, в Крыму, встречалась культура Руси с византийской культурой. Об этом свидетельствует еще один уникальный объект, который удалось сохранить и воссоздать благодаря своевременному вмешательству украинских ученых. Это церковь Иоанна Предтечиев в Керчи. Это известная достопримечательность. Ее считали образцом архитектуры восьмого столетия. Восьмого столетия? Восьмого столетия, потому что там сохранилась надпись на колонне, на столбе, который датируется восьмым веком. Но после исследований археологических и архитектурных было установлено, что эта церковь, скорее всего, появилась в конце десятого или в начале одиннадцатого столетия. Просто эту колонну использовали в качестве строительного материала. Это очень редкостная достопримечательность на нашей территории, на территории Северного Причерноморья. Византийских памятников церковной архитектуры сохранилось очень мало. Церковь Иоанна Предтечи – уникальный памятник, сведений о котором почти не осталось. После того, как россияне оккупировали Крым в конце XVIII века, они нашли эту церковь и замазали штукатуркой оригинальный средневековый фасад. Но украинские специалисты обнаружили уникальные элементы византийской кладки, которые были спрятаны за толстым слоем строительных материалов. И по ее примеру смогли воспроизвести первоначальный облик церкви X века. Эта церковь – яркая метафора того, как россияне пытаются исказить нашу историю, а мы – возродить. Весно, слушайте, я правильно понимаю, что мы сейчас находимся с вами в Софии Киевской? И это церковь, которая, ну, где строительство началось во времена Владимира, а закончилось при Ярославе Мудром. И она наследовала византийские церкви. Эта церковь непосредственно византийская. То есть, в принципе, все, что у нас здесь сегодня есть в Киеве, оно как раз пришло отсюда, из этой архитектуры. Правильно? Правильно. Из этой же культурной среды. Крым принадлежал, Южный Крым, частично принадлежал Византийской империи на протяжении столетий. Там были города, были церкви и так далее. Но с течением времени большая часть этих сооружений была уничтожена. Или просто от халатности они приходили в упадок. А это сохранилось? Это сохранилось полностью. Другие мы знаем только по планам, по фундаментам, которые раскапывают археологи. А это сохранилось полностью, и это просто какое-то чудо. Но выходит, что она самая древняя, правда? То есть, она более древняя, чем София, чем Спас в Чернигове? Да. Да. На несколько десятилетий, я думаю, она более древняя. Представляете, друзья, это, собственно, тоже вот, когда мы говорим о ценности, которую несет Крым в общем таком всеукраинском контексте. Крым на самом деле добавляет нам очень важное понимание нашей истории. Того, как развивались процессы тысячи лет назад. Видите, церковь Иоанна Предтечи могла бы быть, ну и есть на самом деле, самая древняя церковь на территории Украины. Именно поэтому, не знаю, ну важно, когда мы говорим вообще о возвращении Крыма, это же не о территории, это прежде всего о нашей истории. А это наша история, и она принадлежит нам по праву. Ну, эта достопримечательность, она функционирует именно как церковь или, ну, как московский патриархат? Ну, московский патриархат туда пришел еще в 90-е годы. Серьезно? В эту церковь? Да, да. Ее передали местной общине православной, и она использовалась как храм. Мы об этом рассказывали в эпизоде про то, как наши святыни оказались в руках московского патриархата в 90-х. Но, опять-таки, мы должны с вами осознать, что за украинские деньги, за деньги украинского населения, эта святыня реставрировалась. А потом сама Украина передает ее в 90-х в лапы московского патриархата. Не знаю. Хотя мне кажется, что такие объекты, они прежде всего должны функционировать как музейные пространства. Да, такие древние святыни, я думаю, что должны быть под контролем государства. Часто даже во времена независимости крымские деятели истории продолжали навязывать людям нарративы советской, а позже и российской пропаганды. На экскурсиях в Ханский дворец говорили больше не про уникальность сохранившейся крымско-татарской архитектуры, и не о титаническом труде украинских ученых, которые по сантиметру воссоздали аутентичный вид дворца, а про место дворца в российской культуре. Про Пушкина, который описал в своей поэме «Фонтан слез», один из элементов дворцового комплекса. Я помню все свои детские экскурсии в Ханский дворец. Там очень мало рассказывали об истории крымского ханства, но очень много, вот я помню, мы все стояли, и полчаса нам рассказывали про «Фонтан слез», про Пушкина, как вот тут он все это... Про Екатерине. Про Екатерину. То есть совершенно такой российский нарратив в достопримечательности, которое по факту очень мало имеется с Российской империей общего. Эта проблема носила общесоветский, так сказать, размах. Это проблема постоянной русификации. Из всего объема исторических фактов имели значение для власти в Москве. Имели значение только те факты, которые имеют отношение к России, русскому языку, российской литературе. А эти достопримечательности, как Ханский дворец, они должны быть декоративным таким элементом к российской истории. Им важны просто крымские татары или любой другой народ, исключительно как музейный экспонат, диковинка такая, которая находится в музее, в какой-то кунсткамере, и все. Ну да, потому что, знаете, понятно, что так было в Советском Союзе, но это было и на протяжении 30 лет нашей независимости. Ну, когда, в принципе, никто там нас не дергал рассказывать российскую историю, а мы ее продолжали там рассказывать. В общем, в этом проблема была как раз в Крыму во времена независимости. Но я верю, что мы Крым деоккупируем. И мне кажется, что эта вся история дает нам понимание, что мы должны изменить в Крыму, в частности. Как мы должны рассказывать нашу историю на примере наших украинских достопримечательностей в Крыму. И точно там не должно быть больше каких-то российских нарративов, ну, которые там были. В 1954 году украинцы увидели в Крыму сплошные руины и возродили свою историческую территорию фактически из пепла. Но через 60 лет в Крым снова вернулась российская власть. И пошел обратный процесс. Крым снова начал превращаться в руину. Исторические достопримечательности в Крыму сегодня фактически подвергаются актам вандализма. То, что украинцы тщательно восстанавливали в течение 60 лет, фактически уничтожается на глазах. Ну, видите, друзья, ну, мы уже делали в наших эпизодах, рассказывали о том, что сейчас в Херсонесе происходит. Это действительно просто ужас. Этот их комплекс, как они его называют, новый Херсонес. Это что-то, ну, не знаю, совершенно ужасное, что искажает исторический ландшафт полностью. Эти организации, которые ведут реставрацию, зарабатывают деньги таким образом. В такой способ нарушая все конвенции сохранения архитектурного наследия. Все достопримечательности, о которых мы сегодня говорили с Александром, подвергаются разрушению. Самый яркий пример – дворец Бахчисарая. Еще до войны с Россией Украина подала Ханский дворец в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ханский дворец в Бахчисарае номинирован на статус всемирного наследия. Но одним из основных критериев этой номинации является сохранность аутентичных элементов. Чем больше аутентичных элементов сохранено, тем больше шансов получить статус. Всемирного наследия ЮНЕСКО. Всемирного наследия ЮНЕСКО. Тем не менее, россияне под видом реставрации фактически разрушают аутентичный облик сооружения. Для лекций про Пушкина он не столь важен. Сняли аутентичные балки, аутентичную кровлю и заменили новыми материалами. Новым кирпичом, который даже визуально обезобразил памятник. Эти процессы не поддаются никакому осмыслению. Вот почему те артефакты, которые хранятся в хранилищах Софии Киевской, имеют огромное значение. Возможно, в будущем украинским ученым снова придется к ним обратиться, чтобы восстановить уничтоженное россиянами наследие. Часть старых чертежей и фотографий, полевых заметок и других документов сегодня доступна посетителям на специальной выставке в Софии Киевской. Ее цель – показать вклад украинцев в развитие экономики, исторической памяти и культуры Крыма. Друзья, это Кира Петрачик, заместитель генерального директора национального заповедника Софии Киевской. И, собственно, мы сейчас как раз в тех залах, где проходит эта фантастическая выставка. Вы знаете, я когда впервые ее увидел, это такой совсем неожиданный взгляд на историю Крыма. Мне кажется, вообще, ну, малоизвестная история. Нам хотелось рассказать про Крым, именно об украинском Крыме. Кроме того, что россияне уничтожают сегодня исторические достопримечательности, они пытаются стереть следы украинской культуры в Крыму. Ведь после вхождения Крыма в состав Советской Украины в 1954 году украинская культура там начала активно развиваться. Уже в 1955 году в Крыму начал действовать украинский драматический театр. В 1977 году украинские архитекторы построили в Симферополе самое современное на то время здание театра в Украине. Тогда же он получил свое окончательное название – Крымский академический украинский музыкальный театр. Конечно, сегодня россияне пытаются разрушить любую связь Крыма с Украиной. Поэтому из названия театра убрали слово «украинский». То есть изменили они название, конечно. Хотя он стоит, по сути, друзья, в очень таком символическом месте. До сих пор эта площадь в Симферополе называется «Площадь Ленина». Ну, потому что там как раз памятник Ленину. И все, в принципе, такие, ну, политические события. Все происходит там. Все происходит там. Поэтому этот театр – свидетель многих исторических событий. В частности, митинги крымских татар всегда на 18 мая там проходили. И, собственно, здание Рады министров Крыма как раз напротив этого театра. Когда проходила аннексия Крыма, и российские солдаты захватывали как раз кабинет министров, тоже вот все это было напротив театра. Ну, то есть… Ну, россияне вычищают все маркеры. Вычищают. Им надо память. Память в Украине надо вычеркнуть. Похожая судьба постигла уникальный музей имени Леси Украинки в Ялте, который, как и театр, был открыт в 1977 году и стал настоящим сердцем украинской культуры в Крыму. Его обустроили в том доме, где жила Леси. В Крыму украинская поэтесса провела три года своей жизни. И именно Крым называла колыбелью своего творчества. А по чьей инициативе он был создан? Николай Охрименко – это известный крымский винодел, ялтинский винодел. Он приложился к созданию музея Леси Украинки в Ялте. И в экспозиции представлены два предмета – жук с корабей и чадра. Семья Николая Охрименко приобрела эти вещи в Египте, в Каире, во время встречи с Лесей Украинкой. А Николай Охрименко тогда был маленьким мальчиком. И с братом вместе учился иностранному языку именно у Леси Украинки. Ага, то есть основатель музея был учеником Леси Украинки? Был учеником, да, да, учеником Леси Украинки. Со дня открытия и до момента аннексии Крыма в 2014-м музей был одним из культурных центров украинцев в Крыму. Нужно сказать, что музей очень активно популяризировал творчество Леси Украинки. И в них проходили фестивали. Леси на оси назывались. То есть в Ялте в сентябре как раз они проходили. Вот эта афиша от 96-го года к 125-летию со дня рождения Леси Украинки. Леси Украинки тоже приезжали с материковой части Украины. Приезжали музыканты, поэты. То есть очень такой многогранный, скажем так, был фестиваль. И вот он... Невероятно, знаете, 96-й год, ну просто ностальгия. Ялта, 96-й. 96-й год, да. И музей Леси Украинки, кстати, я слышал, что его тоже закрыли. Да, да, да. Ну, мне кажется, не так давно россияне. То есть как музей, именно Леси Украинки, он не работает. Они там сделали экспозицию, посвященную Ялте 19-го века, наверное. Но о Лесе она не рассказывает. Скажите, ну вот люди, которые к вам приходят, они как реагируют на эту выставку? Отзывы позитивные. Хотя не так давно мы получаем на почту в приемную письмо. Пишет один по-украински, что у вас, да, такая выставка «Украинское солнце Крыма». А что Украина делала для Крыма? А вы знаете, сколько сейчас взрывчатки у людей, всяких средств там пиротехнических? Готовьтесь. Но это как угроза по факту. Ну да, фактически угроза. Киберполиция или кто там проверяли компьютер с собаками и все проверяла тут. Ну, слава богу, что обошлось. Мне кажется, ноги растут из России. Друзья, видите, насколько тема украинского Крыма не дает покоя нашему врагу? Как только открылась выставка про украинский Крым, сразу появляются угрозы в адрес организаторов. Вы знаете, на самом деле, мне кажется, что ваша выставка, это с одной стороны, ну, культурное событие, культурно-художественное событие. Но это также, знаете, и мощный инструмент такой контрпропаганды тому, что россияне сегодня продвигают про извечность русскости Крыма. Русскости Крыма, да. Что все там сделали россияне. Так что я вам очень благодарен и желаю вам побольше посетителей. Я очень рекомендую вам посетить выставку «Украинское солнце Крыма не погаснет. Нет». Просто, чтобы почувствовать наш украинский Крым, ощутить его таким, каким он был всегда и каким на самом деле остается до сих пор. Как бы это ни пытались изменить в Кремле. Вот такая реальная история.